Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере». Я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Мы уже третий раз встречаемся в этой студии для того, чтобы поговорить на тему церковного абьюза. Вообще, есть ли он? Если он есть, то как его пережить, как его избежать? Вообще, какие они, эти самые здоровые отношения между людьми в обществе в целом и в церкви в частности? Говорим уже третий раз и третью встречу проводим в данной студии с отцом Николаем Зининым. Здравствуйте, батюшка! Добрый день! Отец Николай, мы в прошлый раз немножечко не успели обсудить тему. Ну, так получилось, как будто бы в нашем разговоре, что абьюзером выступает исключительно священник, ну или вообще иерарх, сверху, снизу. То есть, понятно, что, конечно, безусловно, внутри церковной иерархии священник наделен определенными полномочиями, он исповедует, он может не допустить к причастию. Соответственно, у него есть определенного рода рычаги манипуляций, он может манипулировать человеком, да, сказать, что вот я тебе там не отпускаю грехи, не благословляю, да, опять же, что переводится как разрешаю или не разрешаю. Но есть еще и абьюз, условно говоря, снизу, когда мы сталкиваемся со стороны прихожан, вот с определенного рода насилием. Мы с вами до эфира эту тему обсуждали. Давайте поговорим для наших телезрителей, которые в большинстве случаев все-таки миряне и прихожане, которые, может быть, даже до конца этого не осознают, что в их поведении выступает как гласное или негласное насилие в отношении священника, к которому они приходят. Но чтобы этих стратегий в поведении избегать. Я думаю, прям несложно будет на этот вопрос. Так. Я как-то вот перелистываю, да, и, ну, вот такого какого-то прочного основания не нахожу. Может быть, в силу вот, ну, своего склада психического, да, то есть какие-то мелкие укоры, скажем, что, батюшка, вы не такой, как, ну, не такой духовный, не такой правильный. Они меня не сильно задевают. Ну, потому что вы, мы уже определились это в прошлый раз, вы достаточно, условно говоря, свободный человек от некоторых комплексов, да? То есть у нас... Ну, то есть у меня нет... Если бы у вас был комплекс, например, жертвы, или если бы у вас был комплекс неполноценности, вы бы постоянно... Нет, но он в чем-то присутствует. Ну, в чем-то. Ну, понятно, что он не паразитирует в вашей жизни. Вы, условно говоря, можете это диагностировать и вовремя пресекать. Понятно, что мы все в той или иной степени сталкиваемся с проблемой соответствия. Насколько я соответствую званию священника, насколько я соответствую званию отца, насколько я соответствую званию мужа. Ну, вот у меня как бы даже этого запроса нет. Вот. Ну, а есть... Насколько я соответствую? Может быть, ну, я думаю, что найдется процентов, может быть, 20 прихожан, для которых я вообще не соответствую этому званию. И, может быть, такой же примерно процент, для которых я супер соответствую этому званию. Ну, и где-то среднячок, вот все остальное, но... Но я бы вот сейчас не к вашему личному опыту апеллировал, а вот, например, вы наблюдаете со стороны взаимоотношения человека и священника, и вы видите, что, ну, например, священник явно чем-то подавлен в этих отношениях, что, например, когда заканчивается беседа этого человека со священником, священник очень рад. Вот. И как бы вот, каковы признаки? Мне кажется, это очень яркий признак того, что нас сопоставляют. Для меня вот то, что можно было бы назвать насилием, это когда я провожу какие-то беседы огласительные, там, перед крещением или перед венчанием, а люди мне говорят, что, ну, намекают на то, что им лучше без этого и просто так. Вот. У меня почему-то вот эта ситуация такая достаточно болезненная. Или, например, ситуация, когда ты провел беседу, люди с тобой соглашались, кивали, а потом уже, когда ребенок покрещен, и ты говоришь, что теперь надо его причастить, там, завтра, и тебе говорят, а мы не будем причастать. Вообще это принципиально, категорично нет. Потому что там как гор, потому что там еще что-то. При том, что с людьми все было проговорено, и все соглашались и говорили. То есть вот какое-то вот такое потребительское отношение к церкви, к таинствам, к твоему труду, вот оно обесточивает меня. Может быть, это как-то близко к состоянию насилия, что тебя они воспринимают как живую единицу какую-то, а вот как винтик. Вот есть механизм такой церковный? Вот пришли к тебе люди, возьми их и покрести, нечего тут им рассказывать. Ну вот удивительно, это же правда, в том смысле, что мы, наконец, ну как-то даем 3D описание абьюза. Относительно недавно вышло интервью на ютубе, я вот забыл, наш общий друг, отец Тихон Сханов, нам присылал, где как раз в этом интервью женщина, как бы ответственная за домашнее насилие, ну то есть как бы она пытала, помогает людям из него выйти и каким-то образом его прекратить. Она говорит, что вообще абьюз, насилие, это вообще ни разу не про сексуальность, это ни разу не про эрос, эротические отношения, это про власть. И главное, что делает абьюз абьюзом, главное, что делает насилие насилием, это в первую очередь стремление расчеловечить, обесценить и расчеловечить человека. Потому что изнасиловать, например, кого-то, там, я не знаю, какую-нибудь, ну вот сейчас почему-то вспомнилась ситуация с Елизаветой Федоровной, великой княжной, которую называли все ангелом, белым ангелом Москвы. Она действительно была каким-то удивительным человеком для своего города и для своей эпохи. И вот чтобы ее закидать гранатами, ее надо было расчеловечить. Потому что пока это Елизавета Федоровна, пока это белый ангел Москвы, у тебя не поднимется рука на нее, у тебя не повернется в ее сторону язык матерно выругаться и по-салдафонски ее, там, не знаю, каким-то образом унизить. Но чтобы открылась дверь в сторону унижения, чтобы открылась дверь в сторону насилия, тебя надо развоплотить, тебя нужно расчеловечить. И, в общем-то, любая система, которая работает на расчеловечивание, она, конечно, абьюзерская. И в этом смысле, конечно, когда священник, в данном случае, горящей своей проповедью, горящей своей миссией просветительской, что нужно привести человека к правильному пониманию Евангелия, он это все каким-то образом, и церкви, и внутри церковных отношений он это все сообщает, ему говорят, что, а мы не будем, то это не через отца Николая переступают, а это обесценивают и расчеловечивают его статус священника. Поэтому, конечно, на мой взгляд, это такая абьюзерская тема. Но вот тот же отец Тихон еще, да, тоже мы с ним когда общались, он интересную мысль высказал, я бы хотел, чтобы вы тоже какой-то комментарий свой оставили. Он говорит, что обычно на исповеди, значит, абьюзером может и обычно выступает священник, когда он, например, ну где-то топорно, где-то очень по-солдафонски, по-хамски, опять же, расчеловечивая человека, делая его объектом своей исповеди, начинает ему устраивать перекрестный допрос. Но бывает, говорит отец Тихон, и обратная ситуация, когда священника никто не спрашивает, а его погружают в такие подробности интимной и индивидуальной жизни, что это, ну, фактически акт насилия. Я хотел сказать, что надо же останавливать, да? И тут же вспомнил вот недавний свой эпизод тоже с исповедью связанный. Мужчина подошел на исповедь и, ну, что-то перечисляет. Он достаточно регулярно ходит, вот. Достаточно долго постоянно перечисляет. Как-то он на память все эти грехи запомнил, видимо, или как. И вот он тараторит эти грехи, а я просто поднял епитрахиль, чтобы, ну, епитрахиль — это то, что на шее священника, чем накрывается голова исповедующего, чтобы потом разрешительно молитву прочитать. И я просто епитрахиль, она длинная была, чтобы не пачкалась, я ее хотел поднять и положить на аналой. Вот, и я обычно нагибаюсь, чтобы хоть что-то услышать, хотя это не всегда и нужно, как показывает практика. Так вот, я только поднял, а он так очень... Болезненно. Очень гром, ну, очень грубо так, очень агрессивно так. Батюшка, ну дайте договорить, вот, что-то я еще не закончил. И я такой посыл, просто получил вот такой агрессии, такой, и, ну, в чем-то это тоже вот насилие, что вот ты стой тут и слушай. То есть все-таки для меня исповедь предполагает какой-то диалог. Если бы, ну, если есть нужда просто, как бы, что-то в космос сказать, это можно сказать и не на исповеди. Да, то есть священник, он все-таки, с одной стороны, как митрополит Антоний говорил, как хирургическая перчатка. То есть, с одной стороны, его, как бы, не должно быть, но все-таки она есть, эта перчатка. То есть, если ее не нужно, если моя роль просто, как солдатик оловянный, стоять там молча, да, то, и, в принципе, я, ну, достаточно много прихожан, которые удовлетворяются такой ролью. Вот, и я, в принципе, ее тоже исполняю, но я заранее. А тут, когда я именно к этому не готов, к такой реакции, причем я не собирался уже его прерывать, я просто хотел, правда, поправить просто. И тут вот возникает вот именно такое состояние, что тебя как бы насилуют. Это вот стой тут и слушай. Вот как вот отец Сихон, он как-то незримо сегодня с нами присутствует, отец Сихон, привет. Вот. То есть, ситуация, как вот, как он поделился, что вот ты слой и слушай все подробности, потому что я пришел сюда, вот. Но все-таки священник, извиняюсь, непомойное ведро, чтобы стоять и безропотно там все воспринимать. Потому что какие-то вещи, чтобы быть исповеданными, они, может быть, то есть надо проговорить что-то, надо увидеть корень проблемы. И тут священник может помочь, когда он видит это. А вот даже вот такое просто прихождение регулярное и пробалтывание всего какого-то заученных каких-то грехов, то, что мы говорили в прошлой передаче, как грехоцентричность какая-то, это все-таки опять зацикленность. То есть, если святые отцы писали об этом как ориентир, грех как ориентир, чтобы двигаться от него куда-то, где там в надежде спиной уткнуться в Бога, то в современном мире, к сожалению, это превращается в зацикленность на грехе как на самом себе. То есть я сам себе только интересен, и вот я люблю поковырять там эти орешки, выковырять, где у меня там, а вот это у меня еще, вот это. И вот эта вот зацикленность на себе как короткое замыкание и есть суть гордыни для меня. И здесь, наоборот, священник должен иметь мужество прорвать как бы эту оборону и сказать, стоп, не надо этого, ты сейчас портишь себе исповедь, ты не каешься. И может человек и обидеться, может человек уйти, но в этом, наверное, есть как бы долг пастыря, именно как бы быть честным с человеком. А то получается как будто бы мы человеку не даем покаяния. То есть мы его оставляем вот в его вот этой зацикленности, и он там может и погибнуть тогда. Поэтому иногда я, но не всегда как бы воспринимаю это. И опять-таки человек это может воспринимать как насилие. И тут мы опять сталкиваемся с тем, что если нет какой-то вот жажды изменить эту ситуацию, то я оставляю как есть иногда. А иногда резко останавливаю, и человек потом благодарен тому, что он был зациклен на себе, и вдруг его остановили, и он понял, что это как белка в колесе. Мне кажется, мы главную сущностную характеристику насилия и абьюза мы произнесли, мы сказали, что это расчеловечивание. Если человек, ну вот то, что в первой нашей встрече вы в качестве своего личного опыта первого прихода в храм обозначили, когда человек сам себя, на чем свет стоит, костерит, снимает с себя три слоя этой самой шкурки и вообще там измывается над собой, на чем свет стоит, только это же он себя расчеловечил. И значит, долг пастыря — очеловечить. Да, сказать ему, брат, да ты чего с себя так-то? Ты хороший человек, Господь любит тебя. Это одна из главных, мне кажется, благих вестей, которые мы должны сообщать этому миру и людям. Вот. Если, конечно, уже сам посол мой приходит и уже он очеловечен с большой буквы, я человек, я звучу гордо, а ты, обслуга, обслуживай мои духовные интересы, мои духовные запросы, проповедь слишком длинную говоришь. На исповеди давай-ка это, слушай то, что я тебе говорю, и без лишних вопросов. Или наоборот, а почему вы со мной не разговариваете? Почему так быстро? Вот с этим человеком вы 15 минут, со мной 5. И вот это вот начинается там счетчик. Мне кажется, это тоже определенным образом расчеловечивает, потому что это превращает священника в функцию. Вот. И он должен... Мы тоже как-то с вами до эфира обсудили такого замечательного философа, социолога и антрополога Рене Жерара. У него есть ряд книг, посвященных как раз насилию. У него «Насилие священное», «Козел отпущения», еще вот какая-то третья вот в рамках этой трилогии, где он очень подробно... И у него, кстати, интересно, он выступает в качестве апологета христианства с точки зрения насилия. То есть он сопоставляет религии всех... Всего мира. И приходит к выводу, что только вот как бы в христианстве, в идеале, в том, что мы встречаем в Евангелии, нет того насилия, которое присутствует, например, в... Ну, в той или иной степени в других религиях. Ну, тут как бы сам Иисус берет на себя вот эту роль жертвы. Да, да, да. То есть он не требует принести в жертву людей, а он приносит себя добровольно, и в этом смысле, конечно, да, отказывается от насилия над другим. Так вот, у Рене Жерара есть, ну, как главная его концепция, это мематическое желание, да, то есть желание соответствовать, желание совпадать, желание быть похожим. И, с одной стороны, я к себе адресую, например, это желание, то есть я хочу, войдя внутрь церковного сообщества, хочу быть похожим на хорошего христианина, на хорошего мальчика внутри церкви. Ну, тогда надо страдать. Да. Или же, и когда я, например, считаю себя как раз уже достигшим этого идеала, я начинаю предъявлять эту мерку всем людям. А ты, батюшка, не соответствуешь. Вот был преподобный Сергей... Не страдаешь, как я? Да дело даже не в этом. А ты не такой святой, как преподобный Сергий. Или ты не такой святой, как учили старцы и сихасты. Или ты не такой красноречивый проповедник, как я бы хотел. И так далее. И вот эта вот форма, опять же, развоплощения, форма вот этого сравнительного анализа, который берет и превращает всех и вся в функции, это признак нездоровых отношений. Мне кажется, вот тут вот очень важно проговаривать, что будет признаком здоровых отношений. Давайте мы вот к этому перейдем. Как вам кажется, вот то, чего вы хотите достичь в отношениях с людьми, и чего бы вообще хотели... Как бы вы хотели видеть, ну, хотя бы свой приход. Как бы люди должны на вашем приходе друг к другу относиться, чтобы мы сказали, вот это здоровый приход, здоровая церковь. Ну, я думаю, что тут идеальной картинки не может быть. То есть и ссоры, и обиды, они в норме должны быть на любом приходе, так же, как и в семье. Кто-то должен хлопнуть дверью, кто-то должен еще что-то. Вот. Но основа, как я сейчас это вижу, это любовь к себе. Такое здоровое христианское отношение к себе, как в новом Зайти сказано, что вы есть храм, Духа Святого. Вот отношение христианина к себе как к храму, как источнику, ну, источнику и центру притяжения благодати одновременно. Как Христос говорит, у вас из чрева потекут воды живые, источник воды живой откроется внутри. Опять к доверию, внутреннему опыту. Вот. Это главное. И вот это отношение бережное к себе, принятие себя, оно открывает пространство отношений с людьми, принятие людей. Потому что все иные, все инаковые. Вот эта инаковость, которая нас пугает, она в христианстве имеет потенциал быть принятой, быть, как бы, ну, принятой, усвоенной, что ли. И это рождает как раз ту общность, которая рождает любовь, которая рождает пространство, где может действовать Бог. Вот так вот. Отец Николаевич, что такое бережное отношение? Что вы под этим понимаете? Потому что многие сейчас могут понять это как непрестанную, бесконечную саможалость, например. Ну, да, тут как бы не столько саможалость, а сколько, скажем так, дать себе возможность быть неидеальным. Дать себе возможность быть неправильным и при этом иметь перспективу вот роста. Вот в последнее время люди часто, вот, кажется, в маловерии. Но ведь Христос в Евангелии, Он снимает вопрос маловерия. Когда апостол говорит, умножь в нас веру. И это, кстати, ветхозаветный запрос. Мы помним к пророку Ильи, его ученик тоже подошел, говорит, пусть моя вера будет в два раза больше, чем твоя. И вот апостол, умножь в нас веру. И Христос говорит, если вера будет как зерно, самое маленькое, этого достаточно. То есть Он снимает вопрос умножения веры, что там вот мы хотим такое семечко помидора, да, его достаточно такого. И переводит его в плоскость роста. То есть вера – это что-то живое, что может, имеет потенциал роста. И вот если оно вырастает, этого уже и достаточно. Это может быть тополь, а может быть огурец или там помидор. Но в равной степени это что-то, что растет. Поэтому это абсурдно требовать умножения веры. А надо к вере отнестись тоже по-живому. Вот бережное отношение к зерну, оно какое? Это укрывать, поливать, следить, чтобы не пересохло. Потом высадить вовремя, удобрять. Вот, то есть, вот это тут не самое жаление, потому что надо потом сырники полоть. То есть это труд. Это в чем-то тоже аскеза. Но при этом ты не теребишь там землю, каждые 15 минут и не проверяешь, насколько умножилась твоя вера вот на 2 миллиметра прирост. Есть или нет? Потому что если так поступать, никогда не вырастет. И вот в этом не будет как бы... А мы же этим и занимаемся. То есть я этим занимался долгое время. То есть ты теребишь эту землю, теребишь, а роста нет, и ты начинаешь унывать. Ты начинаешь отчаиваться, что ты ждешь, что вот оплоды не в этом. То есть плоды — это в труде, в устремленности. То есть вектор нашей интенции, вектор нашего внимания, он обращен к Богу. И у нас есть надежда, что он вырастет то, что посеяно. А я как бы занимаюсь тем, что мне дал Бог. То есть строю дороги, закатываю качественно асфальт. То есть мне вот эта идея нравится, что Бог с нами проживает нашу жизнь. Если ты асфальтоукладчик, скажи, Господи, давай с тобой так асфальт уложим, чтобы все будут ездить и радоваться. Если ты садовник, сделай красивый газон. Это будут те руки Бога, которые твои. Вот ты это делаешь. Наверное, вот такой здоровый приход — это где каждый несет ответственность за себя сам, но при этом имеет какой-то резервуар, имеет ресурс, что-то потерпеть, что-то понести ближнего. И тут вот важный вопрос, когда мы говорили, как различить здоровые отношения. То есть не всякая тревожность, не всякая, она вот именно болезненно как-то проживается. Иногда на самом деле сталкиваешься какой-то новой информацией, и нужно как-то... Она тебя отпугивает, может, поначалу, да? А иногда это вот именно какое-то насаждение. И вот здесь вот тоже нужно доверие внутреннему опыту, что это обогащает меня или опустошает? Обедняет меня или делает меня стабильней, менее тревожным, менее заневротизированным на своих грехах? Потому что для многих людей нужно быть зацикленным на грехах, им вообще очень трудно от этого. А кто-то, кого удается отключить от этой темы, человек становится благодарным тебе, потому что, а мне никогда так батюшка не говорил, что... Как в анекдоте, а что так можно было, да? Вот. И духовная жизнь, она приобретает новые краски, новую какую-то перспективу и глубину, потому что можно и так, конечно, жизнь прожить вот по заветам аскетов, но без вот такого зрячего их восприятия. Я не отвергаю эти. Я вот тут, опять же, некоторые комментарии просто сказал. Мы сейчас в нашем храме, ну, для вас не секрет, для телезрителей скажу, что вот как бы у нас вне богослужебная деятельность и вне богослужебная работа достаточно насыщенная. И мы как-то вот удивительно, мы поговорили, у нас по понедельникам был в течение всего этого учебного года разговор про историю церкви, о том, как вообще она эволюционирует, и как мы вообще, в принципе, дошли до того, до чего дошли. Вот. И мы как-то зависли на 14 веке, на последнем таком огромного масштаба соборе. Он не вселенский, но по своему характеру он вселенский, посвященный Григорию Паламе и эсихазму. И потом у нас вообще возникло, у людей возник интерес. А давайте поподробнее, потому что главная тема вот этого всего спора, что эсихазм — это не некое оригинальное изобретение Паламы. Вот он... Не было когда-то эсихазма, он взял и придумал. Он на самом деле просто сформулировал то, что фактически существовало всегда. И аскеты, скорее, это то, во что, ну, скажем, трансформировалась аскетическая жизнь, да, что она в какой-то момент превратилась в некое экстремальное, радикальное уничтожение себя. Вот. Ну, как бы там надо себя лупасить, там жить, не знаю, там есть... Не доедать, не досыпать. Не доедать, не мыться. Одна сплошная депривация, да, то есть один сплошной отказ от всего и вся. Но мы вот сейчас как бы взяли, откатились назад, мы посмотрели вообще как бы... А как мыслили вообще сирийские, египетские мистики, аскеты? И там удивительно, что там как раз нету вот всего того, о чем вы говорите, что аскеза — это такой повод расчеловечить себя окончательно, там, уничтожить себя и так далее. Как раз таки нет. Нет, это путь, как у хоббита. Туда и обратно. Ты входишь в некую альтернативную реальность с целью, чтобы сюда вернуться совершенно новыми глазами, научиться смотреть. Глазами радости, глазами любви. Потому что Бог есть любовь. Ты призван обожиться и смотреть на этот мир божьими глазами. И когда ты смотришь, собственно говоря, на мир божьими глазами, вот то, что вы прекрасно проиллюстрировали, да, вот как бережное отношение к себе, к другому, такое воззрение возможно только, если ты на себя смотришь божьими глазами и на другого смотришь божьими глазами. Фактически, аскеза направлена на это. Главная цель, интенция, как вы сказали, аскетики, она вот в этом. Обожиться, то есть, чтобы жить, как апостол Павел говорит, вы должны жить так, чтобы вы жили, чтобы в вас жили те же чувствования, что и во Христе Иисусе. То есть, смотреть глазами, слышать ушами Христа, думать умом Христа, чувствовать сердцем Христа, действовать руками Христа и так далее. Мне кажется, это, ну, очень такая, опять же, правильная, правильная, такое точное резюме всего нашего трехразового разговора. Ну, и то, что Бог любит тебя, как вы сказали, принимает таким, какой есть, это же тоже ориентир в отношениях между людьми. То есть, если человек постоянно тобой чем-то недоволен, там, и это, все-таки это немножко уводит, и ты сам начинаешь там в себе сомневаться. А правильные духовные отношения, наверное, они, как вы правильно сказали, должны давать какую-то поддержку человеку. И даже если он шагнет и пойдет дальше, чтобы это было радостно для пастыря, а не в грусть. Ясно. Отец Николай, ну, вот на сегодня время нашего эфира потихоньку подходит к концу. Мне кажется, нам удалось хоть какими-то такими широкими мазками, обычно у нас именно так в передаче мы им только широкими мазками рисуем. Ну, а зритель докрасит. Да, ведь зритель докрасит. Кстати говоря, те же мистики и аскеты, они как раз говорили следующее, что когда я сталкиваюсь со своей греховностью, когда я сталкиваюсь со своей там ничтожностью, что я там до чего-то не дотягиваю, до некоторого совершенства, это должно во мне родить радость, потому что я должен научиться созерцать и любить ту пустоту, которая есть во мне, потому что эта пустота должна будет быть заполнена. То есть фактически аскеты учили радоваться тому неизвестному, который есть в твоем уравнении, уравнении твоей человечности. Вот, потому что это неизвестное в какой-то момент себя проявит, откроется. Ну, с твоей или помощью... Так у Бориса Борисовича? И наша природа легка и пуста? Да. Да-да-да. Вот, поэтому, мне кажется, самое главное, что мы проговорили в течение этих трех встреч, что церковь — это пространство радости, а не пространство уныния, тоски и печали. Это пространство отношений на равных. Это пространство дружбы. Это пространство взаимного поддерживания на пути. И это устремленность не к глазами, не к греху, а именно ко Христу, который нейтрализует, прощает и смотрит на тебя без греха, вне греха, не сквозь призму греха. Мне кажется, прекрасный разговор случился. Спасибо огромное. Спасибо вам. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся. Радости вам в церкви, радости вам в церковных отношениях. Ищите, в первую очередь, Христа. Все остальное приложится. Храни Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова